Я рада всех еще раз приветствовать. Перед вами выступили представители Минской урбанистической платформы. И уже рассказали, что существует на сегодняшний день две формы прямого участия в управлении городом. Это комитеты территориального общественного самоуправления. И сегодня у нас есть представитель комитета территориального общественного самоуправления из Гомеля Владимир Козелев. Также мы говорили об участии в общественных обсуждениях, как второй форме. Уже была обозначена вторая форма участия в управлении городом. И надеюсь, что мы об этих двух формах будем говорить. О том, какие есть законодательные основания для того, чтобы эти формы могли реализовываться. Как граждане могут принимать участие в реализации этих форм. И какие есть препятствия на пути сотрудничества горожан с властями по управлению городом. И наряду с Владимиром Козелевым участником нашей дискуссии является также Максим Лебедев. Заместитель начальника управления архитектуры и строительства Фрунзенского района города Минска. И Дмитрий Каленко, культуролог, корпорист, преподаватель Европейского гуманитарного университета. И задумка в том, чтобы вот с таких разных сторон обсудить эту возможность горизонтального участия. После провести одну протестную акцию, мы забетонировали трубу одну, которая сливала промышленные отходы с северно-промышленного узла у озера, которое потом отравлено было и было запрещено купаться в этом озере. Я после того, как посмотрел, после земли, когда лед растаял, посмотрел, очень много рыбы погибло. По всему периметру озера лежала мертвая рыба. Мы провели протестную акцию, написали предписание горосполковой, если они не прекратят безобразие, сливать туда промышленные отходы, мы в прямом мере. Меры не были приняты, и мы собрали жителей, привезли два самосвала бетона, камней больших. Труба была диаметром метр, мы ее затолкали, замазали, и таким образом мы прекратили вот это безобразие. Ну, народ знал наши, народ знал наши подвиги, и когда вышел указ о развитии местного самоправления, то мне предложили возглавить комитет территориально-общественного самоправления в этом микрорайоне. И вот и начались все такие тяжбы с местной властью. Когда мы начали, обратились в горосполком, чтобы нам дали возможность открыть счет в банке, то есть придать, чтобы нас зарегистрировали, как с правом юридического лица. Вот здесь и началось. Три года я подавал документы с доработками, со всякими, чтобы зарегистрировали нас как юридическое лицо. Но нас таки не зарегистрировали, потому что действительно там в этом законе по развитию местного самоправления прописано, что местная власть должна поддерживать эти комитеты общественного самоправления, территориально-общественного самоправления, выделять средства на их работу, развитие, предоставлять помещения и выделять средства. Но вот этого власть боится, и они не идут на это. Потому что и второе полномочия ТОСов, они переплетаются с функциями местной власти. То есть мы, комитеты территориально-общественного самоправления, имеют право предлагать развитие своего метрикорайона, согласовывать на территории микрорайона размещение тех или иных предприятий, торговых объектов, учреждений здравоохранения. И сказать, чтобы вот такое местное самоорганизованное управление, власть решала какие-то вопросы серьезные, я не могу. Почему? Потому что, да, посадить деревья, согласен, это вполне возможно. Провести какую-то акцию, чистый город, чистый микрорайон, вполне возможно. Но на все, что посерьезнее в плане строительства инфраструктуры, ремонты, капитальные ремонты жилого фонда, капитальные ремонты и учреждения образования, здравоохранения. Сможет ли местное самоуправление взять на себя вот эту вот функцию? Я думаю, что не сможет, потому что банально не будет столько средств. Мое мнение, существование таких местных форм самоуправления, оно должно быть, чтобы представители, правильно, как сказал Владимир, не бабушки возле подъезда и жители возле подъезда собирались, и там обсуждали, возмущались и разошлись по домам. Но чтобы это уже на более высоком уровне, на более депутатном уровне собрались, донесли председателю, председатель ТОСа пошел и уже начал это доносить до властей. Я думаю, что если будет какой-то совет, допустим, микрорайон, который уполномочен будет, он законодательство, он имеет право участвовать в заседаниях исполкома, в заседаниях администрации районной, то есть полноплодных православными членами, принятие решений. Вот если бы вместе с властями проводить эти все совещания, заседания, где принимаются решения, тогда бы, может быть, как-то вопрос сдвинулся с мертвой точки. То есть учитывали мнение жителей. Самая простая, наверное, даже банальная в чем-то идея, то, что в современной рецидивной литературе, в современных подходах именно культура рассматривается как ресурс для городского развития. То есть культура, которая понимается не только как музейное пространство, галереи, памятники, объекты, в большом смысле слова, даже включая культуру досуга, в принципе, доходя до культуры зрелища, массовых зрелищ, в принципе, культуру можно понимать и, как бы, если говорить о природе в городе, это тоже, как бы, оккультуренная природа, да, то есть не то, что само собой находится. В случае Минска, как бы, очевидно, что, как бы, Минск пытается строиться в тренд, там, региональный, глобальный, да, но, как бы, ресурс культуры, к сожалению, как бы, вот, как бы, используется как дезаплантированное, и вот можно отметить, там, влево, там, все-таки, там, историко-культурного наследия, да, которое, как бы, страдает, можно сказать, так, да, в результате развития инфраструктуры, которая привязана к развитию каких-то таких значимых, особенных событий в городе. Ну, можно привести пример, который вот состоится, наверное, уже на днях, да, в ближайшее время, например, чемпионата мира по хоккею в Минске, да, который, ну, понятное дело, что решает массу, наверное, инфраструктурных опросов, которые не были, может быть, в полной мере лишены в Минске до этого, это проблема, в первую очередь, туристической инфраструктуры, разоказать эти туристические инфраструктуры, и в этом смысле, ну, в Минске уже давно пора, как бы, быть, как бы, в каком-то таком пространстве, да, современном, вот, но одновременно, как бы, это происходит с такими, ну, перекосами. Хорошо, а какие вы тогда видите формы вовлечения горожан в управление городом, микрорайоном? Вот это, как сказал Владимир, возможность организовываться и выставлять, ну, на показ свой талант, тех же самых молодежных каких-то, даже не объединений, а просто групп. А какие условия для этого нужны? Это же не просто, не просто так не объединяется спонтанно? Условия не мешать, не мешать просто, просто определить какие-то места, да, что порядок там должен быть, это безусловно, что-то, ну, чтобы не было всяких инцидентов, но определить эти места, где молодежь могла бы бесплатно собираться, бесплатно между собой, ну, показывать свой талант какой-то. Это не только обязательно, там, группа этих, ну, там, гитара, барабаны, да, вот это и есть форма вовлечения, вот это и есть, по моему мнению, одна из форм вовлечения граждан, потому что увидит один человек, он расскажет другому, тот другой придет, он увидит, что это как-то, ну, интересно, там, какой-то круг новых друзей, и может быть, он не пойдет по этому пути, но может быть, это станет основанием для его выбора жизненного пути в принципе. То есть само выражение в таких свободных публичных пространствах является такой важной формой для вовлечения в жизнь своего микрорайона? Хорошо. Если это подсекается на корню, то это сразу же, ну, отпадает интерес. Еще у нас был вопрос об общественных обсуждениях. Я не знаю, могут ли эксперты высказаться на эту тему? То есть сейчас эти общественные обсуждения трансформировались, да, в информирование, возможность участия влиять граждан стало еще меньше на принятие решений. Каково Ваше мнение на этот счет? Насколько можно этот инструмент задействовать? Насколько он важен? Есть примеры положительных и отрицательных, конечно же, результатов, когда вот из-за мнения, так сказать, людей, да, какой-то объект приостанавливается и все, его в принципе не будет. Но по градостроительной ситуации, по градостроительным регламентам, нормам, правилам, то есть ему там место. Есть другой объект, когда внутри квартала размещается многоквартирный дом, девятнадцатиэтажный. Это, да, может быть и не очень хорошо, но люди понимают, что это будет проблема. И уплотнять, настолько уплотнять уже и без того плотно населенный Минск, может быть, это и неправильно. Поэтому здесь и я уже, будучи даже не только руководителем структурного подразделения, послужащим, а человеком, я понимаю, что это неправильно, даже зная эти все нормативы про УДМ. Я тоже наслышан на проблеме общественных утверждений. И мне кажется, что здесь бы возможным таким выходом, таким компромиссом было бы то, что вот у нас назван круглый стол, принципы, да, принципы и способы управления. То есть мне кажется, что возможно, могло бы что-то вроде составления такого, ну не знаю, как это называется, списка каких-то принципов, да, такой декларации хотя бы, да, с разных сторон, принципов, которые придерживаются в дискуссии. Это может быть очень банально опять звучит, как вот такая вот вещь, да, но как бы похоже, как бы в нашей, вот, в наших реалиях это как бы то, что нам необходимо формализировать. То есть ввести, вот, скажем, в журналистике, да, есть там кодекс профессиональный, да, то есть, скажем, принцип непредвзятости, да, то есть вы не относитесь к другой стороне изначально предвзято, полагая, что действительно капиталисты там уже все решили. То есть в этом смысле какой-то может быть необходима такая вот такая вот декларация, которая более-менее связывает, ну, как бы не то, что обязывает, да, но предлагает придерживаться каких-то здравых принципов, да, которые организуют дискуссию, или там обсуждений, или это вот взаимодействие. Напомню, что мы обсудили, говорили вначале о КТОСах, и было несколько высказано мнение, одно мнение, что все-таки КТОС это может быть действенным инструментом, но для этого нужна юридическая, юридический статус, власть не готова, и там не всегда готова признать, да, позволить юридическую регистрацию КТОСу, потому что тогда эта организация может требовать большей прозрачности, участия уже, да, полноправного принятия решений. С другой стороны, мы услышали уже от местных властей мнение, что есть трудности в переговорном процессе с представителями вот этого местного самоуправления, да, городского самоуправления, потому что не всегда понятно, в каких вопросах должны участники местного самоуправления участвовать, в каких могут, в каких должны, да, и сам этот переговорный процесс тоже не всегда налажен, да, не всегда есть для этого канала. Затем мы обсудили, какие есть дополнительные инструменты, да, управления городом, говорили о потенциале забора в Минске, о том, что публичные пространства хорошо бы использовать и для того, чтобы молодежь там собиралась, досуг проводила, да, и какие-то новые формы изобретала, для молодежи необходимы, да, эти пространства, для детей, да, их можно использовать, и экологические вопросы поднимать. Но тут мы тоже с вами уперлись в вопрос, насколько эти пространства доступны нам, и власти готовы нас в эти пространства пускать, чтобы мы могли там вместе с властями, да, эти пространства обустраивать. И третий вопрос, который мы затронули, это общественные обсуждения, насколько они эффективны, да, насколько они необходимы, вот, и тут тоже было несколько высказано мнений, и вопросы, да, ну, с этого мы и начинали, да, одна проблема – это доступ к информации, граждане просто не информированы о самых разных аспектах, и Максим это подтвердил, да, и о социальной структуре города, и о социальных муштах, да, не только там в своем районе, а города в целом. Если бы была эта полная информация и просто грамотность, то, может быть, и по-другому бы участвовали в этих обсуждениях, вот, с другой стороны, наверное, все-таки власти тоже не готовы к такому полноправному, полноценному диалогу, да, с гражданами. Ну, и Дима предложил, что, может быть, каким-то таким шагом для решения этих вопросов может быть выработка правил ведения дискуссии, да, ну, вот, насколько это действительно действительный механизм, можем с вами сейчас вместе обсуждать.